Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой приговор вынес Верховный суд Татарстана за жестокое убийство подростком своего отца. Они к этому готовились и разработали, согласно материалам дела, план А и план Б. Он зарубил родителя, затем сжег и закопал. Покажем, к чему на дороге могут привести семейные неприятности. Он извинился, сказал, у меня такое состояние, у меня что-то в семье случилось. И проснулись в дыму. Жители одного из домов на улице Адараскова сняли, как их жилье заполняется продуктами горения. В чем причина? Это и не только. Прямо сейчас. Сегодня в Верховном суде Казани вынесли приговор школьнику, который жестоко расправился с родным отцом. Все произошло в мае этого года в Зеленодольском районе. Как гласит уголовное дело, действовал он не один. Вместе с другом, которому за две недели до этих событий исполнилось 18. Следователи доказали, они жестоко избили 53-летнему мужчину, погрузили тело в автомобиль без госномеров, вывезли в лес, выкопав неглубокую яму, облили бензином и подожгли. После закопали. Причиной такого поступка стала жажда денег. У погибшего мужчины было 13 земельных участков. Во сколько 16-летний парень оценил жизнь родителя, знает Алла Рыкова. Вот так спокойно этот молодой человек рассказывает о том, как майской ночью привез сюда своего до смерти забитого отца. Согласно материалам уголовного дела, тем роковым вечером он вместе с другом приехал в отчий дом. Предварительно вооружившись ломом и топором, они вызвали ничего не подозревающего мужчину на улицу. Кто нанес первый удар топором по голове, установить так и не удалось. В ходе следствия оба подозреваемых утверждали, убивать не собирались. Но обвинение с этим было не согласно. Они к этому готовились и разработали, согласно материалам дела, план А и план Б. План А незаметно пройти и убить отца дома, а план Б, то есть отца выманить и, соответственно, во дворе уже убить отца. Они выбрали план Б. После жестокой расправы сын вернулся в дом за тем, из-за чего лишил жизни родителя. Из сейфа он похитил документы на 13 земельных участков в Зеленодольском районе. Паспорт, банковскую карту и наличность. Тысячу рублей. Участки молодые люди хотели продать незаконным путем. По материалам уголовного дела планировали выручить с них 2 миллиона рублей и разделить с добычу пополам. В судебном заседании была исследована явка с повинной, из которой следует, что Хасанов, явившись в орган следствия, сообщил об обстоятельствах совершенного им совместно с Зайцевым убийства и завладения документами на земельном участке. Все бы осталось тайной на долгое время, а мужчина жил один. Но забеспокоилась бывшая жена, потому что давно его не видела. Мама и бабушка теперь уже 17-летнего парня поверить то, что их ребенок совершил такое, не могли. С их слов, хотя они и жили не вместе, отношения сына и отца были хорошими. Сын часто приходил к нему в гости. Из показаний ясно, винят во всем старшего товарища, который, по их мнению, оказывал дурное влияние. Якобы, чтобы решить его финансовые проблемы, парень решился на убийство родителя. Но совершеннолетний подсудимый был с этим не согласен и пытался доказать суду, что умысла убивать у него не было. Верховный суд признал молодых людей виновными в совершении тяжких поступлений. В общей сложности они получили 22 года лишения свободы. Старший отправился в колонию на 14 лет, младшему дали почти в два раза меньше – 8 лет. Сочтут ли наказание справедливым или будут обжаловать приговор – неизвестно. Аллы Рыкова, Константин Бушуев, вызов 112. На поле у села Старое Сумароково Бугльминского района был найден мертвый мужчина. Его тело было покрыто следами от копыт и многочисленными травмами, похожими на следы от рогов. Личность его удалось установить. Погибшим оказался 57-летний пастух. По предварительным данным, незадолго до трагедии, мужчина устроился работать пастухом в одной из фермерских хозяйств. Утром он погнал на пастбище стада крупного рогатого скота, в том числе и трех быков. После этого мужчину никто не видел. Хозяин фермы отправился на поиски работника и вскоре его нашел. Тело лежало посередине поля. Рядом лежала разорванная куртка. Вокруг многочисленные следы копыт. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение. От едкого запаха гари проснули сегодня рано утром жильцы одного из подъездов дома 46 по улице Одорасского. В это же время в домофоны стал звонить дворник, говоря, что подъезд в огне и просил вызвать пожарных. К этому времени дым стал заполнять квартиры и люди начали собираться на улицу, боясь задохнуться. Как оказалось, горел мусор в контейнере и сам бак. Он был пластиковый. Пожарные справились с огнем в считанные минуты. Помощь жителям подъезда и эвакуация не понадобились. В набережных Челнах произошло ДТП, в результате которого человека зажало между столкнувшимися автомобилями. С многочисленными травмами его увезли в больницу. Накануне вечером водитель Тойоты на полном ходу въехал в стоящую Деу Некси. Как оказалось, последнюю буксировал автомобиль Киа. Ее 19-летний водитель как раз находился между машинами и оцеплял буксировочный трос. В результате столкновения молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лодыжки. Два человека пострадали в результате вылета Лады 10-й модели с дороги в Кабицком районе Татарстана. Сообщение о происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 2 часа ночи. 26-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Пострадал сам водитель и 40-летний пассажир. Приехавшие на место спасатели помогли людям выбраться из разбитого автомобиля, оказали им первую помощь и передали в руки медиков. Остановилась пропустить пешеходов, но попала в аварию. Остановившуюся перед пешеходным переходом Мазду ЦХ-7 на полном ходу снес Volkswagen Jetta. От удара Мазду отбросила вперед на несколько метров. К счастью, не пострадали ни пешеходы, ни водители. В чем причина столкновения, знает Лина Зинатулина. Женщина за рулем Мазды рассказывает, ехала по всем правилам, остановилась перед нерегулированным пешеходным переходом пропустить людей. Удар сзади никак не ожидала, но вдруг грохот и ее авто словно паушинку отбросило вперед на приличное расстояние. К счастью, пешеходы успели перейти дорогу за несколько мгновений до этого. Он извинился, сказал, у меня такое состояние, у меня что-то в семье случилось. Ну что мне с тобой? Мужчина, управлявший Volkswagen, осмотрев повреждения своего автомобиля, вероятно расстроился еще больше. Объяснить из-за чего все так произошло на камеру он не захотел. Отметил только, что вину в произошедшем признает полностью. Причиной происшествия указал внезапное плохое самочувствие. Как бы там ни было, скорее всего ему придется отвечать за повреждения Мазды. Стоит ли восстанавливать свой автомобиль, будет решать после экспертной оценки стоимости ремонта. Лина Зинатулина, Алла Рыкова, Константин Бушуев, Вызов 112. В Балтасинском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Пострадал один человек. Все произошло около восьми утра на тридцатом километре трассы Балтаси-Отня. Столкнулись Шкода и Лада Веста. Одна из машин вылетела на встречную полосу. На место выезжали медики, сотрудники дорожной полиции и пожарный из села Цепья. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Особенности парковки во Вьетнаме, неудачные места для съемок и ревнивый пёст. Всё самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Я паркуюсь как хочу. Водитель грузовика во Вьетнаме припарковал свой грузовик так неудачно, что когда вернулся, не узнал свой транспорт. С каждой секунды автомобиль получал всё новые и новые повреждения. А попытки передвинуть машину ни к чему не привели. Возможно, теперь у водителя появится фобия поездов. Хотела снять хороший кадр и добилась желаемого. Но не тем путём. Девушка-оператор, решившая снять полёт мяча во время игры в крикет, выбрала очень неудачное место для съемки. Это она поняла, как только мяч попал в камеру и в лицо. О неудачных ракурсах теперь знает и этот оператор. Он хотел запечатлеть момент взрыва дома. Всё шло по плану, пока в кадре не появился большой автобус. Водитель высадил пассажиров и заодно насладился моментом, после чего уехал по своим делам. Такой поворот событий оператору явно не понравился. А этот пёс точно не терпит конкурентов. Хозяйка собаки решила проверить чувства своего домашнего питомца. Девушка начала её отразнить, оказывая излишнее внимание плюшевому конкуренту. Что было дальше, лучше оставить без комментариев. Это всё, о чём мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Сёмкин